Жоржини Жорж под давлением, по крайней мере, в лучшей форме он прекрасен при выходе из-под прессинга и сопротивлении прессингу. Как его игру ты бы оценил и как вообще нужно ее оценивать и нужно ли как-то критически по этому матчу? Ну, в этом матче, мне кажется, он сыграл очень здорово. Конечно, опять же, если на каком-то бинарном уровне анализировать, можно снова вспомнить, ой, Арсенал ничего не может без партии. Но я не думаю, что в этом случае проблема была в отсутствии партии. Во-первых, просто соперник, сюрприз-сюрприз сильный. Во-вторых, как минимум один тайм Арсенал играл не лучше, не хуже, а даже чуточку лучше. Ну и в-третьих, вот конкретные проблемы в зоне Жоржини партии, на мой взгляд, не наблюдалось. Наоборот, я бы сказал, что интересным образом себя Жоржини проявил при прессинге. То есть мое ожидание, и ты можешь его помнить, оно сейчас оказывается скорее неверным. Я вот недостаточно верил в Жоржини. Было, что в матчах без партии Арсеналу придется немножко умерить прессинг, чтобы прикрывать медлительность Жоржини. Но вместо этого немножко переспределились обязанности. Но в целом Арсенал сохранил верность себе в этой стадии. То есть Жоржини вот на этой позиции в схеме Арсенал стартует. И Арсенал, как всегда, очень высоко накрывал. Часто даже Сака шел прессинговать центрального защитника. И, следовательно, Жоржини тоже тут поднимался. И вот необходимый минимум, по крайней мере, свою работу в прессинге тут проделывал. Может быть, не так хорошо, как это делает партия. Страховал остальных. На правой стороне поля так работало. На левой стороне поля работало немножко иначе. Тут скорее шло вот такое смещение. И дальше Габриэл шел очень активно и оказывался выше, чем Жоржини. Жоржини просто прикрывало позицию как центрального защитника. Но насыщение прессинга не изменилось. То есть если партия позволяет центральным защитникам прессинг поджимать, но оставаться в линии, то тут немножко по-другому взаимодействия с Габриэлом были налажены у Жоржини. Не так, как у партии. Но суть осталась той же. Арсенал при минимальных адаптациях смог сохранить очень-очень качественный, на мой взгляд, прессинг. Ну и с мячом Жоржини, я думаю, не сюрприз, что он очень здорово замечает варианты, очень здорово продвигает. Так что в этом матче, на мой взгляд, Жоржини был одним из лучших у Арсенала. К нему претензий у меня абсолютно никаких нет. Давай подведем, наверное, итоги опроса. И если хочешь, можешь сам ответить на вопрос, каково значение этого матча в чемпионской гонке. И, может быть, или не матч, а всего этого отрезка Арсенала. Психологическое, не психологическое, как угодно можешь оценивать. Ну, в общем, я разбирал, по-моему, даже на стриме у нас, это было точно, я разбирал еще в Телеграм-канале, причины спада Арсенала против закрытых соперников, таких как Брэндфорд, таких как Эвертон. И там действительно проблемы есть, действительно не хватает Жезуса. И это прямо плохо. Да и, в принципе, Арсенал даже местами много очков перебирал, и это тоже постепенно нужно было сказаться. Так что, да, у меня вот сомнения были по Арсеналу, в принципе, как фавориту гонки даже до этого отрезка. Я был очень умеренным оптимистом, а были неумеренные оптимисты среди болельщиков Арсенала. И матчи, вот первые две потери, они, конечно, очень сильно меня огорчили. Этот матч у меня, понимая, что кто в соперниках, что команда, как мы выяснили внезапно, не только сильная, но еще способная показать гибкость, после того, как в основном рисунке ты ее переигрываешь, и то, что ты ее переигрываешь, признает даже тренер соперника Гвардиола. Этот матч меня скорее настраивает на оптимистический лад. Я раньше не видел, чтобы Арсеналу сыграл настолько, да, в принципе, ни один соперник так смело против Манчестер Сити Гвардиола не играл. Короче, этот матч точно не в моих глазах, скажем так, не опускает команду, несмотря на поражение. Но были до этого факторы, и вот были потери в последних матчах против другого типа соперников, которые, конечно, по шансам Арсенала ударили, и по восприятию Арсенала тоже ударили. Так что я думаю, что да, Манчестер Сити сейчас фаворит в гонке, но говорить о том, что она закончена, и что шансов больше нет, это ненужный уход в радикальность, и в этом уходе в радикальность нет никакой необходимости даже на фоне... Даже если бы Арсенал по делу проиграл этот матч, Арсенал, наверное, проиграл его по делу, но до этого выдал очень хороший тайм, и очень много позитивного тоже из этого матча можно извлечь. В общем, я за взвешенность, но думаю, что... Я бы ответил, что есть, но ниже 50%. В принципе, 53% наших зрителей так и ответили, это самая популярная ответа. 10% считают, что шансов вообще нету, 32%, но это уже еще больше оптимисты, все еще оптимисты. Это люди, которые считают, что у Арсенала шансы выше 50%, и 6% считают Арсенал явным фаворитом. Я думаю, это просто тролли, если честно. Давай вопросик возьмем из чата онлайна. Алкотренер спрашивает, как считаешь, возможно ли в Арсенале схема 4-3-3 с Джакой Парки-Жоржини в центре поля без нападающего и Эдегором с ситуативно играющим ложную девятку? Джака Парки-Жоржини, прям вот такой центр. Ну, в принципе, если смотреть на просто принципы Арсенала, в принципе, в принципе, если смотреть на требования, на структуру, которую выстраивает Артета, в этом нет ничего невозможного. Я бы не называл это вероятным, но невозможным в этом тоже ничего нету. То есть, предлагается, по сути, вот такая стартовая схема. Эдегор вполне может там начинать прессинг, он тоже достаточно работоспособен. И эта схема, понятное дело, без мяча. С мячом у Арсенала всегда наблюдаются трансформации. И они неизбежно будут наблюдаться в случае, если мы такой состав увидим. Дальше, вот, следовательно, мы будем наблюдать, что Джака, скорее всего, уходит выше. Наверное, крайний защитник должен быть чистым. То есть, этот тирни, допустим, он идет, закрывает весь фланг. Мартинелли становится скрытым нападающим. Там Эдегор в полуфлангах с Джакой. И мы получаем, на самом деле, очень похожую структуру на ту, которая есть сейчас. То есть, немножко по-другому, но Арсенал приходит в те же позиции, когда владеет мячом. Единственное, только тут опасение, что, наверное, центр все равно будет предполагать наличие слишком большого количества игроков оборонительного плана. Я не думаю, что Арсеналу в большом количестве матчей столько игроков нужно. Потому что даже против Манчестер-Сити Арсенал решил играть с другим наполнением. Так что это какой-то экстравагантный, но в то же время достаточно оборонительный вариант. Я не совсем понимаю, против какого соперника можно так сыграть. Но это вписывается, скажем так, в общую парадигму Артеты. То есть, тут нет ничего, что было бы невозможно представить от этих игроков и этого тренера. Субтитры создавал DimaTorzok